Одесский оперный театр и, конечно же, самого главного кинособытия в культурной жизни Одессы. «Я правда в восторге от Одессы. Я здесь впервые, и мне кажется, что это один из самых прекрасных фестивалей. Я чувствую себя как дома и думаю, что все участники фестиваля благодарны организаторам. Они составили великолепную программу, и для меня большая честь быть её частью». «Потрясающий фильм. Очень кинематографически, очень высокого класса. И смыслы высочайшего класса. Потрясающий режиссёр». Сразу же после торжественной проходки по красной дорожке началась церемония награждения победителей. В этом году гран-при получил фильм Джессики Вудвард и Петера Броссенса «Король бельгийцев». А лучшей кинолентой в международном конкурсе стала испанская драма «Лето 1993». Этот фильм Карл Симон за этот год получил уже вторую премию. «Мне кажется, что частично такой выбор жюри связан с эмоциональностью этого фильма. Возможно, это резонировало и со зрителями, и с членами жюри. И мне кажется, что ещё одна причина, почему мы получили эту награду – невероятный тандем исполнительниц главных ролей, этих двух прекрасных девушек, которые были очень естественными и очень здорово исполнили свои роли». Премию за лучший полнометражный фильм в национальном конкурсе получила кинолента украинского режиссёра Романа Бондарчука «Дикси Лэнд». А лучшей короткометражкой стал выпуск 97-го Павла Острикова. Но, к сожалению, дальше национальной конкурсной программы отечественные фильмы так и не ушли. У жюри международной конкурсной программы есть на это своё объяснение. «Мы надеялись увидеть больше души. Мы хотели, чтобы эти фильмы были не настолько холодными. И мы бы хотели увидеть в них интересные истории. Нам бы было невероятно приятно, если бы в следующем году могли вернуться и прийти в восторг от невероятной истории и тепла украинского кино». Кроме этого, «Золотого дюка» получил фильм «Уровень чёрного» Валентина Васяновича. Документальная лента «Главная роль» Сергея Буковского за лучшую режиссуру отметили Анануэк в Тимишвили и Симону Гроз за фильм «Моя счастливая семья». А специальную награду получил режиссёр из Китая Цзюнь Гень за фильм «Свободное легко». В общем, без внимания не оставили практически никого, ведь все номинанты достойны похвалы. Президент ОМКФ отметила, что все гости остались очень впечатлены его уровнем. Кроме этого, в дальнейшем собираются посещать нашу страну для съёмок своих новых проектов. Так что развитие кинематографа в Украине обеспечено. «Большинство наших членов жюри, большинство наших гостей плануют делать и снимать фильмы в Украине. Это говорит о том, что большинство кинопрофессионалов светового уровня будет приездить до Украины со своими снимальными группами. Это значит, что уровень украинского кинематографа будет зарастаться с каждым годом». Вот и завершился восьмой Одесский международный кинофестиваль. Все долгожданные награды нашли своих владельцев, а зрители узнали имена победителей. Фестиваль получился настолько насыщенным, что впечатлениями мы будем делиться ещё очень долго и с нетерпением ждать следующего. Редактор субтитров А.Семкин